Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но магия исчезла в последнем сезоне нашего мультфильма Упс, прости за спойлер Да ничего, я уже досмотрела Теперь я должна делать все сама Прям как человеческий человек Но самостоятельно все делать намного интереснее Да, потому что магазинные мне ничего не нравятся Там одна тоска зеленая Понимаю, а ты хочешь креатива, так? Да И для Марка подарок Потому что у него одна ручка на все случаи жизни Бе, я на нее уже смотреть не могу Вау, ты хочешь подарить ему свою поделку? Ты такая смелая А я вот стесняюсь Эдрия на своей поделке дарить А что здесь страшного? Берешь и даришь Ну не знаю А вдруг ему не понравится Что? Разве ты не крутая рукодельница? А если он бяка? То нам, Юни, мы превращали таких в жаб Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу Теперь понятно, почему у вас убрали магию Ну вообще-то меня с детства обучали охранники Как разбираться с обидчиками и без магии Если услышишь, что шея хрустрела Значит все сделала правильно Не стоит На земле так не делают Давай уже лучше над твоей канцелярией подумаем Тогда я хочу ручку в виде палочки Мне так не хватает Из последнего сезона О, а это отличная идея Давай творить вместе Тогда я сделаю для Марко А ты для меня Забери Я покажу тебе, что и как делать Садись сюда Берем ручку, любую И шарик Лол от питомцев Он подходит по размеру А точнее одну половинку Примерно получится вот так Дальше берем фольгу Кусочек фольги совсем немножко И оборачиваем в нее ручку Хорошо так все заворачиваем толстым слоем И начинаем ужимать Плотно, плотно ужимаем Чтобы получился такой плотный кокон Вот такая вот ручка ровненькая Затем перекладываем ее на тонкий пласт Полимерной глины светло-фиолетового цвета И все сглаживаем Приклеиваем желтую полосочку тонкую сверху И толстенькую снизу Затем тонкой полоской темно-фиолетового цвета Обкручиваем всю ручку Лишнее срезаем Тонким пластом светло-фиолетовой глины Я обклеиваю полушар И уже по шаблону вырезаю вот такую звезду Из темно-голубого цвета Затем беру светло-голубой цвет И вклеиваю внутрь полушара Делаю такую небольшую вмятину И вклеиваю туда звезду Затем делаю уже звездочку настоящей желтой глины Я ее так вот ужимаю до тех пор, пока не получится острая, ровная, красивая звезда С маленькой звездочкой по центру Клеиваю ее внутрь И здесь вот во впадинах клеиваем маленькие розовые сердечки Лишнее нужно все срезать А здесь приклеиваем толстую фиолетовую полосочку Все приглаживаем, выравниваем Скрепляем вверх с нижней частью ручки Приклеиваем сердечко и рожки Все розового цвета Затем вынимаем ручку и запекаем все 20 минут при 130 градусах А пока вырезаем крылышки из белого фоамирана Вырезаем две части Кстати, можно вырезать из фетра В принципе, что вам удобно и больше нравится Главное, чтобы они были мягкие и подвижные Здесь сверху рисуем два сердечка светло-фиолетового цвета И приклеиваем на суперклей уже на верхнюю часть палочки Вставляем обратно ручку Здесь я сделала такой вот розовый камушек Тоже запекла его и приклеила на кончик ручки На кончик, чтобы можно было потом снимать и менять стержень Дальше начинаем раскрашивать все акриловыми красками По центру я закрашиваю звезду оранжевым цветом Потом оттеняю таким темно-желтым цветом И белые делаю полосочки по таким ребрам Сверху на звезде, снизу на камушке В принципе, все Палочка готова Можно звезду покрыть лаком, чтобы краска не стиралась Вот и ручка-палочка готова Сейчас лак подсохнет Готово Ну вот, держи Мощный взрыв! Еди дорогов! Ну, красота А покажи, что там у тебя получилось О, у меня вышло шедеврально! Правда, я блесток бы добавила побольше Для первого раза неплохо Марка точно понравится Я ее лепила своими маленькими пальчиками И даже один уколола Так что он получит подарок с кусочком Меня! Что? Там кровь? Ага Может, еще пару капель добавить? Не стоит А то вдруг ему не понравится Шутишь? Да ему любые подарки от меня нравятся Марка, у меня подарок Держи Фу, Стар, что это? Это слизь Я ее во дворе нашла Что? Я видела в интернете Что играть со слизью это модно Там слаймы были, а не это Оно не отлипает Я знала, что тебе понравится Оно не отлипает Теперь ты в тренде Стар, эй, подожди Помоги мне это смыть Точно говорю Да Ладно А что насчет Карандашей? А, я хочу С маленьким голосариком Я так по нему скучаю Маленький вредноле С небритыми ножками А, надо подумать Я его сейчас тебе нарисую Без его загадок и занудства Так скучно Никто не заставляет меня больше Копать Копать глубже До самой темной жиже И достать Кущу И бла-бла-бла Я, честно, до конца Так и не поняла Для чего это нужно Ха-ха Вот он, смотри А еще я нарисовала радугу А вот тут бабочки И паука О, это глоссарик В принципе чем-то похож Да Синенький Ну ты знаешь Я же смотрела ваш мультфильм Поэтому могу сделать И по памяти Сама Самостоятельно Сделаю для тебя Из синей глины формируем такую грушообразную голову Дальше делаем такой вот острый носик и приклеиваем его по центру Круглые глазки, острые ушки, губки из двух жгутиков Приклеиваем зрачки ромбиками, белые брови и вклеиваем сюда вот кристалл розовый Дальше делаем туловище из желтой глины Здесь нужно сделать вмятину на животике И приклеиваем такой треугольничек синий И окантовочка из темно-желтого цвета Также нужен поясок Все это приклеиваем, сглаживаем, лишнее убираем и уже после вставляем карандаш Затем только приклеиваем голову, чтобы ее не примять Формируем вот такую вот белую бороду и приклеиваем ее снизу под ушками Тут еще такая штучка есть, тройная, такие же тройные штучки Приклеиваем по краям бороды Здесь вклеиваем уже бирюзовый кристалл И делаем ручки Вырезаем 6 пальцев, да, у глазарика их 6 И собираем первый и пятый пальчик вместе в такое колечко Клеиваем руку в рукав, а сам рукав уже приклеиваем к плечу Затем перекладываем все на противень и запекаем глоссарик или карандаш 20 минут при 130 градусах в духовке После того, как все остыло, красим желтым цветом ногти глоссарику И, в принципе, фигурка готова Ну что, готова? Держи своего глоссарика Глоссарик? Какие крохотные у него пальчики Так и хочется его зачистить и съесть Лучше не стоит Он так любил пудинги Держи ложечку Давай лучше продолжать Уж на тебе было, да? А какую еще канцелярию ты хочешь, а? Хочу блокнот в виде моей книги заклинаний. Раньше я не хотела по ней учиться, мне было скучно. Теперь я соскучилась по ее дряхлым страничкам. Ладно, давай посмотрим тогда, какие у меня заготовки есть для блокнотов. Я беру вот такой вот блокнотик красного цвета, затем смешиваю зеленую и коричневую акриловую краску и начинаю закрашивать всю обложку, чтобы получился такой темно-зеленый болотный цвет. Затем делаю кристаллы двухцветные и еще нужно сделать два маленьких одноцветных. Приклеиваем кристаллы, маленький сверху, большой снизу и делаем такую вот восьмерочку окантовочку из темно-коричневого жгутика, затем зеленую восьмерочку, причем она сначала сверху, а потом идет внутри. Смотрите, как интересно. Все это прижимаем, причем прикол этого блокнота в том, что не обязательно делать все ровно и красиво. То есть чем более криво у вас будет получаться, тем больше он будет схож с оригиналом. А вот эти части из светло-коричневой глины, это у нас имитация металла бронзы, мы потом ее перекрасим. Я, кстати, все детальки клеила по картинке, по рисунку. В принципе, здесь все довольно просто, разные жгутики, разные величины, длины и цвета склеиваются в интересные такие фигурки, ну или руны, что здесь такое. Дальше вот тут окантовочка из светло-бирюзового цвета, и здесь я приклею такой прямоугольник, это как бы кожа, поэтому имитацию делаю с помощью фольги. Ну и здесь прошивку еще дорисовываем. Осталась торцевая часть, здесь у нас такой овал светло-бирюзовый, затем окантовочка зеленая, крестик тоже зелененький, и нужно маленький розовый кристалл вклеить вот сюда в серединку. Затем я беру тени перламутровые, и окрашиваю все части, которые у нас светло-бежевого цвета, чтобы получился такой под металл, под бронзу. Дальше пастелью крашу, вот здесь вот оттеняю, точнее уголки, и все вмятинки. Можно использовать вместо пастели матовые тени. Теперь нужно все запечь где-то 20-30 минут при 130 градусах в духовке. Ну а пока мы делаем брелочек, там еще есть на самой книжке вот такие вот нужно сделать бусинки. Я их тоже покрыла тенями перламутрами, и тоже их запекаем. После этого, как они остынут, собираем их на пины, я брала такие бронзового цвета под старину, чтобы было, и на кончике здесь закрепляем уже медальончик. Вот такой вот брелочек получился, ну или это закладочка, я не знаю, тут я и спиной сделала такой крючок, и все же закрепила на блокнот. Дальше нужно маркером дорисовать такие полосочки, потом берем краску светло-коричневого цвета, и дорисовываем блики. Потом делаем такие еще, как бы ржавчину дорисовываем на металлических частях, и раскрашиваем уже наши кристаллы, делаем им блики такие светлые и темные, чтобы они больше были похожи на натуральные. И не забываем раскрасить вот этот вот маленький синенький тоже кристаллик. Все, книжка готова, ну а точнее блокнот у нас, в котором можно писать очень оригинальный, волшебный, что самое интересное. Кстати, кристаллы можно покрыть глянцевым лаком, чтобы они блестели, были как настоящие. Ну что, да будет магия! И книга-блокнот готова! Как думаешь? Как думаешь, похожи на настоящую? Да! Как настоящая! Скажу Марку и Жанне, что она вернулась из прошлого! Вот у них лица будут смешные! Да! Теперь мой глазарик здесь будет жить! Копай глубже! Твоё желе! Теперь ты точно будешь выделяться в школе! Канцелярия вся в твоём стиле! Она яркая и креативная! Всё, как ты хотела! Спасибо, Маринет! И для Марка подарок есть! Обрадуй его сегодня! Ему понравится! Мне-то нравится! Ну, раз мы с тобой и так быстро справились, можем тогда чай попить с пироженками! Как тебе такая идея? И обсудим, как ты с монстрами сражаешься! Ну, у нас же как бы не совсем монстры! Я могу дать парочку советов! Да мы с тобой сёстры по борьбе со злом! Ну да, что-то в этом есть! Пойдём! Ну, а на этом подделки от Марии подошли к концу! Я надеюсь, вам понравилось такой интересный экспериментик со Стар Баттерфляй! Она сегодня нам диктовала, что же мы будем делать! Точнее, мы делали для неё канцелярию! Не забывайте поддерживать лайком нашего Маринетты Стар! Пишите в комментариях, какая подделочка вам понравилась больше всего! Ну и не забывайте подписываться на мой канал! А я вас всех люблю! Целую и встретимся в новых видео! Всем пока! Взрыв! Нарвалов! Левитато! 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 Левитато!